Йоу, это Майотик, ваш дружелюбный сосед, это FFM Quiz, и мы отвечаем на вопросики, погнали! Ну вообще, типа хип-хоп не так прям долго относительно, как мои друзья вообще, кто вот со мной в банде, вот вместе ребята двигаются, вот я относительно всех их, наверное, меньше всех слушаю, потому что лет до 16-17 я вообще слушал рок, это были вообще Green Day, там, Blink, Sam 41, и я вообще как-то про рэп слышал только вот от старших пацанов на районе, кто гоняли, слушали Гуфы, там, АК-47 и такие темки. Вот как-то лет после 16, наверное, это вот волна именно такого хип-хопа фанатского, типа такого околофутбольного больше, вот, и как-то вот постепенно я вот так чик-чик-чик, вот рынок, че, потом, ну, естественно, до этого я уже слышал всех там Гуфы, ребят, но вот как будто вот именно вот эта волна, то есть че, ро, потом какие-то отголоски контейнера, там, где-то что-то это, и сейчас уже я наоборот, типа, последний вот, наверное, год-два слушаю все старые олдскульные релизы, именно русские, например, какие-то, потому что я вообще, ну, за русский старый хип-хоп мало чего знал, и вот сейчас я, для меня это прям вау, в то время как другие люди устали от этого, вот, ну, а из такого, из больше западного, типа, ну, то, что, в принципе, больше всего во мне преобладает, я вот не знаю, кого, но больше, наверное, такие чуваки с Атланты, типа, вот, больше мне нравились, все, кто вот оттуда, вот, но с остальными как-то постепенно, вот, слушаю, вникаю и кайфую, у всех кайфовый музон, вот, в каждом нахожу че-то хорошее для своего творчества, и как-то вот так. Текстовые вопросы. Почему Янг так, по его словам, надел платье на обложке альбома «Джеффри»? Ответ, блядь, здесь, чтобы раздвинуть границы моды, чтобы спрятать АКО-47, это что? Ну, короче, не знаю, давай попробуем ответ А. Это, наверное, неправильно, да? Это вот правильный сейчас ответ? Что? Ладно. Один из этих жанров лег в основу альбома Чауди Шагамбина «Avakin' My Love». Какой? Ну, гиперпоп, наверное, нет. Ну, наверное... Давайте «Б» попробуем. Я не слушал этот релиз, поэтому не могу вообще сказать, че вообще там, как. Фанк? Лайт-фанк? Знаете такого? Давайте дальше погнали. Как назывался первый хит «Twenty One Savage'а?» Ну, первый. Наверное, «Бэнк Аккаунт», я думаю. Ну, наверное, я не знаю. Просто это я, с которого услышал. Так что ответ «Б», наверное. О! Майотик пошел сразу с неправильных ответов. «Бестолочгэнг». Дыня-то пустая оказалась. Погнали дальше. Надеюсь, мне повезет. Кто из этих русских рэперов записал коллаборацию с X-Nine? Такой снизу еще, Жак-Энтони. Ой, ну, по-моему, не, по-моему, Джимбо это был еще, когда ТК, что там, наверное, Ник был. Наверное. Ну, либо Фараон, вот я не помню. Не, по-моему, Джимбо. Ответ «Б», мне кажется. Ура, наконец-то. Ура! Мои куплеты, как вороны. Они летят во все стороны. Погнали. Кто является одним из главных авторов трека Риана и Дрейка? Ворк. Это я знаю. Ответ «Б». Патиноксдор. Я слышал эту версию просто в его исполнении. Короче, Патиноксдор. Вечеринка. Следующая дверь. Погнали дальше. Работаем, работаем. Ворк. Метро. Люблино. Погнали. Какой альбом из дискографии «Фифти Сента» стал самым продаваемым в первую неделю? Это, наверное, где он такой под голым торсом на обложке стоит еще. Как будто маленький был какой-то, был такой. Блин, самый не знаю какой. Давайте «Б» наверное попробуем. Но мне кажется, что это, наверное, не «Б». Ну, давайте «Б», короче. Пусть будет. На, все было. Какому артисту принадлежит данный панчлайн? Твоя сука и моя сука. Два человека в одном лице. Она сказала два члена «Да». Она сказала один член «Нет». Что? Не знаю, мне кажется, это, наверное, «Б». Я не знаю, просто не слышал никогда такой строчек. Ну да, наверное, «Б». Янекс, блядь. Твоя сука и моя сука. Два человека в одном лице. Она сказала два члена «Да». Она сказала один член «Нет». Главными четырьмя элементами хип-хоп-культуры считаются рэп, диджеинг, брейк-данс и... Ответ «Ди». Еееее. Кью Джей. Запшикали вас. Погнали дальше. Как называется первый популярный трек «Бульвара Депо»? Первый популярный. Ну, вообще, я вот не помню, но... «Б» и «Д» точно были позднее. Типа, вот «Оусибили» и «Топский Павел». Вот я не помню, но как будто мне кажется, что «Оусиби» пораньше вышел. Там какой-то был еще ремикс, я помню, с этим треком. Не знаю, но, по-моему, это вариант «Эй». «Оусиби», не знаю. Да. «Оусиби», «Смокинь Ро», «Оусиби», «Смокинь Ро», «Оусиби», «Смокинь Ро», «Оусиби», «Смокинь Ро», «Оусиби», «Онли Нейчерал и Слим». Что-то такое там было. Я такое помню. И вы помните, ребят, обязательно. Специальный вопрос. Закончи строчку. А. Это то, как они курят. Я не помню. Реально. Зайди на это. Гришань, брат, прости меня, но... Что-то я не могу понять. Ну, я реально не могу понять вообще. Я вообще не знал это. Я как будто даже не слышал эту строчку. Поэтому давайте дальше. Аудиовизуальные вопросы. Из какого сериала взят этот отрывок? Ну, я вообще... Мало того, что вообще сериалы не смотрю. Вообще не смотрю. Из этих сериалов я вообще ни один не видел. Просто попробую логически сказать ответ С. Не знаю. Угадай артиста по одному из его ранних треков. Судят по плечёски, думают, что чёртовски. Жизнь яркая, хоть весь шмот чёрненький. Закатить шары, но мне не нужен чёртовки. На руках божественная карта к чёрту ски. Это, как говорится, подарок. Ответ B. Мной что-то обладает. Мне кажется. Уи! 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 Так. Ну чё, наконец-то я начинаю выравнивать свою статистику. Но мне кажется, конец близок. Нужно собраться с мыслями. Погнали. Обложка какого альбома замаскирована на данном фанарте? А, ха. Блин, я в детали всматривался. Наверное, это... Хотел шутку, но ладно. Мне кажется, что это C. Ответ. Блондинчик. Так сказать. Голубоватый паренёк. Ну ничего. Гений. В каком треке использован приведённый сэмпл? Короче, я не знаю, кто из четырёх гигантов решил использовать такой гениальнейший сэмпл. Но, не знаю, реально, может быть, цвет B. Не знаю, почему. Я так и думал, что это скотный двор, так сказать. Антидот, 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 антипослед. Погнали дальше. Кто является продюсером этого трека? Почему-то мне кажется, что это сам тейп, типа, сделал трек. Мне почему-то в голове, не знаю, кажется, но, по-моему, в этом же треке где-то есть войс тег, типа, диджей тейп. Почему-то, не знаю, почему мне так кажется. Давайте сейп попробуем. Я так и думал. Большой ребёнок, кассета. Или лента. Пулемётная. Крау! Угадай артиста по тайп-биту. Сейчас такой... Эй! 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 Не знаю, почему-то кажется, что это... Наверное, это ганна. Я не знаю, что-то мне кажется, что это ганна. Ответ B. Е-я-й! Ганна. ну чё давайте еще вопросиков парочку отвечу правильно и мы те которые были это неправильные мы их чуть это уберем и я как будто бы на все правильно ответил и буду я умным вроде как какой трек взят за основу фейса кот кошки мышки для людей я бог но я даже их не слышу а можно еще раз у меня есть предположение не знаю почему-то кажется что это си ответ да я думаю что это богатый ребенок штекер я офигеть офигеть баба бой он тоже плаговый трек я понял я просто не вспомнил вообще этот трек карте базара нет это майотик и сегодня он брак бой оказался но ничего как говорится поломанное починим болеющие подлечим погнали дальше из какого клипа взят этот кадр до этого он это влог дома снимали ваня love с утра выглядит вот так вот просто тип с окна и выходит сразу так из какого клипа взять этот кадр блин даже как-то обидно не знаю почему-то кажется что давайте попробуем вариант эй дензил кай даже не помню такого я хотя клип я смотрел и трек мне очень понравился да майотику нужно более тщательно всматриваться в детали а то вот такую рожу херу пропустить а я пропустил ладно хлебная голова давайте пойдем дальше попробуем что там еще есть угадай альбом по фитам но я думаю что это робчик ответ д днк что-то кажется как-то он как будто и точка пересечения между всеми этими людьми мне так кажется ответ д д робчик салютик ты огромный передаю платине передаю салютик от стали от вольфрама всех других сплавов вот так что опят и круг антидепрессанты квадрат погнали дальше попробуем чего еще то есть специальный вопрос в основу какое кстати вот у нас 7 как раз какой-то помнишь лег это ли ротик на замок то ли чего была какая-то тоже такая тема да да не знаю как будто бы сейчас то ли мне кажется то ли блин то ли у твенти ван села джи видел такую то ли вот не могу вспомнить кто именно почему-то в голове твенти ванну не знаю почему вот реально может быть и какой-нибудь dmx ответ должен быть конкретный на какой-то круче не знаю почему но у меня почему-то реально в голове вот два либо твенти ван либо dmx не знаю почему но давайте давайте твенти ванна попробуем просто не знаю в голове сидит эта мысль мне в че то кажется что это шляпа короче давайте попробуем твенти ван вот вот он я чувствовал они от обложки как и обложка выглядит случайно во фиг ладно ребята где-то вот тут или вот тут или вот тут где-то вот будет обложка посмотрите и я сегодня на своем примере показал что я совсем ничего не знаю и мне нужно обязательно разбираться в этом потому что всегда есть чему поучиться у более старшего поколения у более опытных ребят и изучение этого всего дает вот как раз строение понимания вообще в целом привносит больше просто одним словом четенько вски твоему музону поэтому обязательно проникайся всем тем что уже выходило слушай стариков слушай новичков и просто развивайся люби музыку и все будет кайф это был майотик дыни ffm quiz там сидят мои пацаны всем мир